друзья всем привет на связи дк 82 и сегодняшнее видео снимается целенаправленно и специально защиту мачете в русском лесу в частности мачета тромантина в моем случае романтина 12 дюймов то есть это самая короткая мачета в линейке тромантина лезвие составляет 30 сантиметров ну и с чего хочу начать сейчас я двигаюсь по русскому лесу он не смешанный он чисто лиственный у нас здесь нет березы нет дуба в основном это клен карагач осина тополь ну и как можете видеть практически лес у нас представляет собой джунгли то есть все заросшие категорически и катастрофически и вот как раз с помощью вот этого мачете я сегодня прорубил вот это вот тропу до своей стоянки сейчас я по ней как раз иду то есть если двигаться особенно с велосипедом вот как-то прям вот так то это очень напряжено без тропы никуда найдут стоянку ничего страшного так вот почему я все это веду часто великие комментаторы которые с дивана наверное редко слазит в основном смотрят какой-нибудь таежную обитель и тайга моя заветная при этом дальше магазина никуда не выходит они всегда говорят о том что ну пишут комментариях о том что мачете для русского леса цитирую это абсолютно бесполезный инструмент я с ними категорически не согласен ну вот к примеру вот такое вот дерево да допустим она нам мешает пройти сейчас не мешает например мешает эти вот все ветки то есть ну попробуйте пролезть вот сюда вот в дебри вот но нереально же сами понимаете да теперь возьмите топор и попробуйте прорубиться вот так вот с помощью топора но я думаю вы намажетесь так что мало вам не покажется а вот мачете для этого годится как нельзя лучше работает она прекрасно но не только для таких тонких веток хотя естественно это его стихия сейчас покажу что с помощью этого мачете можно заготовить дрова для костра причем без особых проблем допустим с какой-то непонятной целью мне понадобилось заготовить более менее толстые дрова хотя для того чтобы скипятить чай хватит и веток берем мачете пробуем заготовить дрова которые потолще которые об колено уже не сломаешь видно да бруя и но и так и и и и вот как то так как нам показывает показывал григорий соколов и же с ними без надьи вы в лес не выйдете на самом деле все это хрень друзья мои в летнее время кода весна осень в принципе тоже самое вам не нужен большой костер вот я сегодня вышел в мангальчике ножок веток которых наломал с помощью рук и ног и мне это в принципе вполне хватило чтобы приготовить себе вкусный питательный обед поэтому вот такие вот деревья нам рубить не нужно соответственно зачем нам топор мы берем мачете и просто идем искать какую-то сухую валежную древесину которую у нас очень даже много везде по сути можно сломать руками и ногами все это дело ну вот клён сухой как видите валяется никого не трогает смогу ли я с помощью вот этого мачете перерубить этот клён хотя как я уже неоднократно повторял мне достаточно будет собрать просто какой-то мелочи чтобы сделать небольшой костерок и вполне себе приготовить что-то на костре и чая скипятить и шашлык пожарить вполне ну погнали ну по сути дело сделано можно сказать дальше убираем это все руками и ногами и проходим если нам нужно пройти а если нам нужно для костра вот такие вот мы берем пилу складную и аккуратненько напиливаем полежки и все проблема решена зачем вам топор господа мачете это вещь даже вот такого размера а на сегодня это все ходите в походы берегите природу с вами был дк всем пока